Читаем третью главу книги пророка Амоса в моем переводе. И я напомню, что во второй началось обличение израильтян после обличения окрестных народов. Амос говорит там о том, как израильский народ, в общем-то, ничем от язычников не отличается. Причем, что интересно, на первое место он ставит вовсе не их нечестие, вовсе не то, что они поклоняются языческим богам. А прежде всего, социальную несправедливость, неравенство. Прежде всего, то, что к своим беднякам, нищим, они относятся с жестокостью, что они наслаждаются отнятым у них имуществом, пьют вино, которое берут с них в качестве несправедливых штрафов. И все такое прочее. И дальше появляется важнейшая для пророков тема, когда Бог обвиняет их, я вас вывел из Египта, я для вас изгнал другие народы, чтобы вас здесь поселить, а вы все то же самое делаете, вы ничем не отличаетесь. Это оскорбление, которое они наносят Богу, по сути дела, своим таким поведением. В третьей главе эта тема продолжается. Смотрите, с других племен он тоже взыщет, он говорит о том, что он накажет их и так далее, но там он взыщет за какие-то более естественные, что ли, вещи, которые и так понятны. За чрезмерную жестокость, когда вспарывают животы беременным женщинам. Вот то, что человеку противно видеть просто в силу его естественной склонности к какому-то миропорядку нравственному. Но если израильтяне – это единственный народ, который лично знаком с Богом, то на него ложится сугубая ответственность за исполнение воли этого Бога. Не просто так. И дальше он задает целый ряд риторических вопросов. Вообще евреи любят риторические вопросы, и древние евреи в частности, и пророки в особенности. Иногда мы даже не очень понимаем, почему эти вопросы задаются. Пойдут ли двое вместе, если заранее не сговорятся? Зарычит ли в зарослых лев, если у него нет добычи? Подаст ли голос львенок из логова, если ничего не поймает? Попадет ли птица в ловушку, если не расставит ее на земле? Взлетит ли вверх петля, если в нее ничего не попадет? Если в городе в рог трубят, разве не испугается народ? Если бедствие пало на город, разве не Господь его послал? Как бы он подводит к этой мысли, что бедствие, которое пало на город, послано Господом. Но эти вопросы вовсе не лишние. Это не вопросы из серии «мокрая ли вода», «холодный ли снег», «да-да-да». Ну и вот еще одно «да» в конце, Господь посылает бедствие. Это вполне осознанный такой подход. Смотрите, пойдут ли двое вместе, если заранее не сговорятся? А ведь Израиль и его Бог идут вместе. Они сговорились на горе Синае, они заключили завет. И вот они идут вместе, и вдруг один из них начинает себя вести нечестно по отношению к другому. Так что это вызывает у другого? Рычит ли лев, если у него нет добычи? Значит, эти двое еще и не совсем равноправные. Один из них лев, а другой из них может стать его добычей. И даже львенок так себя ведет. Ловушка. Если птица попала в ловушку, значит, кто-то ее расставил. То есть этот самый народ, попавший в ловушку, не случайно в нее попал. Значит, что-то было, что-то заставило его. Как петля взлетает, ну, ловушка, которая устроена так, что есть приманка. И когда птичка хватает приманку, то петля хватает птичку и вздергивает ее. Так вот народ клюнул на что-то, там что-то было. И значит, если ваш город постигает бедствие, это не просто так. Это Господь его наслал. И дальше он поясняет. Ведь не делает Владыка Господь ничего, не открыв замысла своего своим служителям, пророкам. Оказывается, это не просто такой список правил на стене. Висит, вы делаете то, 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 если не сделаете, накажу. Да, сделали, наказываю. Но Господь прежде открывает свой замысел пророкам. И пророк это, ну, не то чтобы посредник, плохое слово, последник между Богом и народом. Но это человек, который открывает волю Бога своему народу. Человек, который предупреждает, который сам в конечном счете оказывается в этом городе терпящим бедствия. Который разделяет все опасности, разделяет все ужасы этого положения. Но главное, что он предупреждает. Он тот, как вперед смотрящий матрос, который кричит, либо там земля по курсу, и все хорошо. Либо айсберг, и надо срочно отворачивать. И прислушайтесь к пророкам. Лев заревел, кто не устрашится. Владыка Господь заговорил, кто сможет не пророчествовать. Смотрите, а это такое уже личное признание. Они, наверное, спрашивают, ну, а ты-то что, ну, что ты нам тут пришел пророчествуешь, зачем тебе это? Он говорит, когда ревет лев, страшно. Когда Владыка Господь открывает мне свое слово, я не могу не пророчествовать, как невозможно не испугаться рычащего льва. Я всего лишь человек, которому доверена эта весть. Вы весть слушайте, на меня не очень обращайте внимания. И дальше он уже говорил о других языческих народах. И он снова их тут вспомнит. Объявите дворцам Аждода, это филистимский город, и дворцам египетской земли. Смотрите, соседи, причем такие не очень дружественные соседи, особенно филистимляне враги. Соберитесь на горы Самарии, посмотрите, какое в ней смятение, какое там угнетение. Самария – столица Северного Израильского царства. Значит, приходите к нам в Кремль, посланцы Америки, Китая, Японии и других разных государств. Посмотрите, что у нас там творится. Да, конечно, мы так, наверное, скажем, если мы гордимся своей страной. А здесь Амос говорит, смотрите, какие там творятся безобразия. Не умеют они поступать, правильно, пророчество Господа. Насилие и грабеж в их палатах. Зачем же он призывает тогда окрестные народы, в том числе могущественный Египет? Для того, чтобы опозорить свой народ, чтобы показать его с плохой стороны? Да? Вот так он себя ведет? Нет, он объясняет своему народу, зачем он нужен. Только вы, говорит Господь, знаете меня из всех племен земли. Другие народы придут и посмотрят на вас. Вы должны быть источником знания обо мне. А вы что? Когда приходят к вам эти самые египтяне, филистимляне ваши худшие враги. То что они видят? Как они меня узнают в этом всем? Посему так, говорит Владыка Господь, враги, кругом враги по всей земле. Переломят они твою силу, ограбят твои палаты. Да, конечно, у любого народа всегда есть враги. И реальные, и иногда, может быть, мнимые, когда кажется, что все обижают, все нападают. Ну и реально хватает, что ж тут. Особенно в древности, когда люди гораздо больше воевали, чем сегодня. И вот он говорит, смотрите, если вы не тот народ, которым вы должны стать, то у вас везде будут враги. А так что, филистимляне нам покорятся? Или там египтяне нам дары понесут? Да, пророки об этом потом скажут. То есть, если вы, израильтяне, народ не самый могущественный, не самой большой армии, не самым мощным государством, если вы не исполняете ту единственную роль, которая у вас есть, быть представителями Божьего народа, быть его народом как полигоном, на котором все человечество обучается разговаривать с Богом, то вы попадаете в положение ничтожного племени, зажатого между разными враждебными нациями, вас разрывают на куски, вы потеряли ту суть, ради которой вы созданы как народ. И тогда вы осколок, вы непонятно что, вы там убогое племя среди враждебных государств. Так говорит Господь, как пастух отбирает порою льва пару костей или кусок уха, ну, то есть, лев утащил там овечку, растерзал, ну, остатки можно собрать, какие-то там, супчик сварить хотя бы. Так будут вырваны и сыны Израилевы, сидящие в Самаре на углу ложа, в Дамаске на постели. Дамаск, кстати, сирийцы, они родственные, в общем, немножечко народа, главное, дружественные для северного израильского царства, как правило, там есть и вражда, но часто они выступают вместе, и вот поэтому они то в Самаре у себя, то в Дамаске, значит, в гостях, и вот они будут вырваны, как у льва изо рта там выпадает кусочек уха, этой несчастной овечки, так и от вас останется всего ничего, но что-то останется. Тоже хорошо, постоянная тема, остатка того, что не все погибнет. Слушайте и свидетельствуйте против Иакова, пророчества владыки Господа Бога и воинства. Иаков – другое название Израиля, потому что имя Израиля было дано Иакову, сыну Исаака, внуку Авраама, в книге Бытие он упомянут. «В день, когда взащуясь Израиля за его преступление, покараю и алтари бейт-эля, отсеку рога у алтарей и наземь повергну». Что такое бейт-эль или вифиль, он в синодальном переводе более нам привычном. Это место, где как раз тот самый Иаков останавливался во время своего исхода из родной земли, когда он отправлялся в Междуречье искать себе жену и от гнева брата прятался. И там ему явился Господь. Вот эти все места, где были какие-то явления Бога, где какие-то события с правоцами произошли, они обычно становились святилищами. Там обычно возникали какие-то местные культы, при том, что главным и единственным, по сути, местом поклонения должен был быть Иерусалим. То есть это такие маленькие, вроде бы не языческие по своей истории места поклонения Богу, но тем не менее те, которые составляют конкуренцию главному месту – Иерусалиму. Те, в которых, в общем, не все правильно творится, где нужно как-то по-другому все устроить. И когда Израиль будет наказан за эти преступления, то эти самые лишние алтари будут разрушены. Их рога. Рога – это что такое? Ну, алтарь – это такая каменная построечка, и у нее есть рога. Торчат четыре на углах рога, на которые, собственно, кладут жертвенное животное, чтобы его сжечь. Там на поверхности алтаря горящие угли, чтобы не задавить эти углитуши животного. Вот есть такие выступы. Это и есть рога. И рог на Древнем Ближнем Востоке, в Библии в частности, это символ могущества, силы, то есть отсечь рога у жертвенника, значит, его разрушить. Поражу и зимний дворец, и дворец летний, и дома, укрепленные костью, разрушу. Великие дома – пророчество Господа. То есть, прежде всего, это коснется знати. А в следующей главе четвертой, начнем ее сейчас читать, он обращается к дамам, причем к знатным дамам. Это довольно редкий случай среди ветхозаветных пророков, когда отдельно он говорит женщинам. Вы слушаете это слово. Башанские коровы, что живут на горе Самарийской. Коровы – это так он этих самых дам называет. Башан или Вассансе на дальнем переводе – это область, которая заславилась своим скотоводством. Вы притесняете бедных, угнетаете нищих, говорите мужьям – принесите нам выпить. Вот, опять-таки, социальная несправедливость и разврат, которые идут вместе. Причем, такие деятельницы не женского равноправия, а более того, женского подчинения мужчин. Клянется владыка Господь святостью своей. Вот приходят к вам дни, когда поволокут вас на крюках, а самых мелких на крючках рыболовных. Это, конечно, образ, но если потащить человека на крюке, он умрет от боли и потери крови. Имеется в виду, наверное, когда быку дикому такому или буйному вдевали крюк в нос, чтобы его водить за собой. Да, нос – нежное место. И вот рыбки на крючках, такие маленькие рыбешечки. Вот знатные дамы – это как такие коровы, которых буйные коровы, которых на крюках ведут. А мелкие рыбешечки такие, серебристые, блестящие. Идете тогда через пролом в стене. А через пролом в стене люди ходят в одном случае, если стена разрушена. Значит, город будет взят, и их поведут, видимо, в рабство куда-то. Каждую из вас поведут прямо в направлении Хермона. Хермон – это гора на голландских высотах. И, соответственно, их уведут куда-то в плен, в переселение, что сирийцы, кстати, так и сделают. Пророчество Господа. Интересно, почему он обращается именно к дамам. Ну, наверное, здесь он их отдельно выделил, просто потому, что вот в этой знатной, роскошной жизни, которая уже сведена всяким наслаждением, дамы играют видную роль, наверняка мужчины тоже там отметились. Но ясно, что о них очень много сказано про там князей, про всех остальных, а вот дамам он решил посвятить несколько строчек отдельно. Что, кстати, доказывает, что уже Ветхий Завет относится к женщинам вполне серьезно и поддерживает как раз женское равноправие. Но равноправие в том числе и в ответственности, в том, что женщина, она тоже несет ответ перед Богом за то, что делает она, и участвует в том числе в этой коллективной ответственности за грехи своего народа. Ну, а дальше он перейдет к обличению языческих культов гораздо более подробному. Что станет в книге Амоса одной из основных тем, но об этом мы поговорим в следующий раз. Продолжение следует...